Всем привет! Вы на канале час ремонта. Сегодня у нас на обзоре лучшие аккумуляторные и сетевые болгарки. При составлении подборки учитывались технические характеристики, особенности производства, отзывы пользователей и другие важные показатели. По ссылкам в описании вы можете подробнее ознакомиться с каждым участником топа и узнать актуальные цены. А мы начинаем. Начнем обзор с Makita GA5030, одной из самых популярных моделей в своем классе. Несмотря на то, что компания производит данную болгарку уже достаточно давно, она пользуется стабильным спросом на российском рынке. Причина популярности довольно проста, модель отличается оптимальным соотношением цены и качества. Аппарат можно приобрести по цене дешевого китайского ноунейма, что очень радует российских мастеров. Также необходимо отметить достаточно компактные размеры, благодаря которым аппарат удобно лежит в одной руке. Сама конструкция не вызывает нареканий, надежный редуктор с косой передачей сидит на полноценном шариковом подшипнике. Такое техническое решение обеспечивает продолжительный срок службы, если сравнивать с различными игольчатыми аналогами, не говоря о втулках. Бронированная обмотка якоря и статора также положительно сказываются на надежности инструмента. За свою цену у болгарки просто отсутствуют недостатки, однако требовательные пользователи отмечают, что инструменту не хватает рукоятки с антивибрационным покрытием. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Видео на канале выходят регулярно, так что скучать не придется. Метабо W650125 – еще один представитель бюджетного сегмента от известной компании, которая специализируется на производстве качественного электрического инструмента для ремонтных работ. Данная модель не стала исключением – качество сборки не вызывает у пользователей особых нареканий. При этом необходимо учитывать, что заводы компании расположены в Китае и Германии. Однако опытные пользователи утверждают, что разница в качестве абсолютно незаметна. Относительный недостаток модели – малая мощность. Болгарка относится к бытовому сегменту и не рассчитана на высокие нагрузки. При этом разработчики позаботились о лаковом покрытии электрических компонентов, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенной запаленности рабочего участка. Инструмент идеально подходит для периодического домашнего использования. Компания Метабо обязуется изготавливать комплектующие в течение 8 лет после снятия модели с производства. Что думаете о качестве данной болгарки? Делитесь своими мыслями в комментариях. Хайкоки G13SS2 – модель с оптимальным соотношением цены и качества. Болгарка не пользуется особой популярностью на рынке, многих потенциальных покупателей отталкивает незнакомое имя. И совершенно напрасно, перед вами хорошо знакомый инструмент от компании Hitachi, который выпускается под новым брендом. Модель отличается пониженным уровнем вибрации, а значит отлично подходит для интенсивной эксплуатации. При этом необходимо принимать во внимание не слишком высокую мощность электрического двигателя. Для действительно серьезных шлифовальных и обдирочных работ лучше присмотреть другой инструмент. В остальном аппарат не вызывает нареканий владельцев, особенно хорошо мастера отзываются о качественном выключателе с изолированными контактами. Также к плюсам можно отнести отсутствие люфтов, удобную замену угольных щеток и качественный и приятный на ощупь пластик корпуса. Все это указывает на высокое качество инструмента. Хочешь узнать стоимость данной сетевой болгарки? Тогда загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Makita GA7040SF01 – надежный рабочий инструмент, рассчитанный на профессиональное использование в условиях строительных площадок и промышленных объектов. Аппарат не боится запыленных помещений, потому отлично подходит для сложных условий эксплуатации и интенсивных нагрузок. Необходимо особо выделить удобство хвата, основную рукоятку можно повернуть в нужную сторону, что позволяет добиться оптимального положения. Мощности инструмента достаточно для работы с самыми прочными материалами. Редуктор болгарки собран из усиленных конических шестерен и оснащен расцепляющей муфтой, блокирующей шпиндель при заклинивании диска. Уменьшить рывок корпуса при включении двигателя помогает плавный пуск, а комфортную работу с инструментом обеспечивает система гашения вибрации у боковой рукоятки и мягкое покрытие у основной. Чтобы исключить вероятность перегрузки инструмента, разработчики установили защиту от перегрева. Интересует стоимость этой сетевой болгарки? Тогда загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Bosch GWS180LI – доступная бесщеточная болгарка, рассчитанная на установку популярных аккумуляторов с напряжением 18 вольт. Поэтому болгарка будет интересна в первую очередь фанатам данного бренда. Необходимо отметить, что в качестве стандартного источника питания используется аккумулятор на 4 Ач, который обеспечивает достаточно продолжительное время работы без зарядки. Модель оснащена производительным двигателем, который обеспечивает мощность, сопоставимую с проводным инструментом на 700 Вт. Сбалансированный дизайн специально разработан для работы в сложных условиях. Также необходимо отметить небольшой вес, данный показатель гораздо ниже, чем у ближайших конкурентов. Управляющая двигателем электроника обеспечивает плавный пуск и защиту от перегрузок, причем достаточно деликатную. Мотор не отключается от чрезмерного прижатия диска к детали при работе. Что можно наблюдать у других производителей. А вот расход заряда приличный, так что если работа предполагает не эпизодическое применение болгарки, лучше брать к ней в комплект аккумуляторы побольше. А узнать стоимость этой аккумуляторной болгарки, а также других участников данного топа, как я уже говорил, можно на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании к этому видео. Деволт DCG-405N – практичная болгарка для монтажных и строительных работ, оснащенная производительным бесщеточным двигателем. Если сравнивать эксплуатационные характеристики с сетевыми аналогами, можно получить эквивалентную мощность 800 Вт. Достаточно высокий результат для инструмента, рассчитанного на круги диаметром 125 мм. Естественно, сам диск прикрыт специальным кожухом, защищающим оператора от травм. Поскольку модель относится к категории профессиональных инструментов, разработчики позаботились о наличии соответствующих функций. Болгарка оснащена тормозом шпинделя, встроенной защитой от перегрузок и надежным металлическим корпусом редуктора, который эффективно отводит тепло. Для работы в сложных условиях имеются фильтры для защиты от пыли. Данное конструктивное решение вызвало споры. С одной стороны, фильтры действительно увеличивают срок службы инструмента, а с другой – очень быстро забиваются. Если не провести своевременную чистку, инструмент будет быстро перегреваться. И завершает сегодняшний выпуск Makita DGA504Z, проверенная временем модель, которая исправно служит российским мастерам не один год. В качестве привода аппарат использует надежный бесщеточный двигатель серии X5, который отличается повышенной защитой от проникновения пыли и влаги. Благодаря эргономичной форме корпуса инструмент хорошо лежит в руке. Добавьте к этому и качественную удобную рукоятку с резиновым покрытием. Модель оснащена всеми функциями и системами, необходимыми для комфортного выполнения работ. Речь идет о плавном пуске, защите двигателя от перегруза к автоматической регулировке скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки. Также необходимо отметить наличие индикатора заряда батареи, который позволяет правильно планировать время работы. Пользователи отмечают предельное удобство и удивительную работоспособность модели. Главное замечание к аппарату – малая емкость штатных аккумуляторов. Для нормальной работы лучше приобрести батареи на 5-6 Ач. На этом все. Напомню, ссылки на сетевые и аккумуляторные болгарки находятся в описании. Ставьте лайк, если наш обзор оказался полезным. В комментариях пишите, какая модель вам понравилась больше всего. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok